Здесь у нас был вал, ну вал проходил, вот он, вал идет, и стрелы, естественно, они вот у нас вот так летают стрелы, и они сюда в бугур, если даже промажет там, мимо щита попадет. Значит, в прошлом году приехала организация, значит, решили проложить по территории школы, по территории школы канализацию. Канализацию проложили, нам обещали все, вот это распахали, вот эта вот, вот эта вот, вот эта вот яма, это все уже их дело. Значит, распахали, сказали, что мы вам восстановим в лучшем виде, вот, ничего, естественно, нет. Вот сборная команда города Алматы тренируется вот в таких условиях. В апреле месяце прошло заседание, заседание Маслехата городского, и решено было, значит, ну в течение там не одного года, конечно, там 5-5 или 4-х лет, значит, модернизировать все спортивные постройки города. Значит, пришла смертная документация на нашего стрельбища, там нет. Здесь поставили, значит, футбольное поле, тенниса, для тенниса нашлось место, значит, там вот на нашем, где у нас 90 стреляет, баскетбольная площадка планируется, а стрельбы из лука как будто нет. Хотя здесь вот за, мы с 2009 года здесь практикуем, значит, только из учащихся школ подготовлено два чемпиона спартакеады, дважды чемпионка спартакеады, призеры спартакеад, школьников республики, вот, тренировалась, значит, обладатель Кубка Азии, здесь же вот на этом поле готовилась. И вот такие вот плачевные итоги. И найти, как говорится, крайних невозможно. А если модернизируют эту площадку, где вам тренироваться? Нам негде будет тренироваться. То есть придется этот вид спорта вообще как похоронить? Да, да, потому что теннис и футбол вроде как они элитные виды спорта, но занимают они последние места там на этих самых в Европе, и в это они нужны. А стрельба из лука, национальный и олимпийский вид, где разыгрывается только четыре олимпийских золотых награды, то есть четыре комплекта медалей, он не нужен. Кроме футбола и тенниса ничего не существует, ну там баскетбол еще такие эти самые. Ну сами видите, поле пустое, то есть никто на нем не занимается, только мы. А футбол потом, как вот построили футбол ленд, вроде как на государственные деньги, а потом передали их это, и они там снимают деньги, платят огромные суммы за то, чтобы поиграть в футбол. Вот у нас все это бесплатно происходит здесь.